МЕЗИНО В ЦЕНТРАЛЬНОЕ РОССИИ ПРОЛИВНЫЕ ДОЖДИ СЧАСЛИВЫЕ Андрей, добрый вечер, ВК, Вашему сыну, ВК, А, Вашему сыну, так, ну-ка, ну-ка, 115 км Челябинска, в Кисляхе есть промышленный сад, они расширяются, набирают сотрудников, в том числе, агрономов, запраты до, ну-ка, ну-ка, вы, наверное, шутите, да, до 150 тысяч, вот, телефон или это, прививки ваших челябинска, в 10 сад, а то я буду, если вырастут некоторые, вы стоите сметой, Я вам сразу скажу, никогда Сергей Первый не попросится никуда, потому что скажут, кто-то такое, мы вас не знаем, нет, только спецназ с наручниками, чтобы он не смог сопротивляться, здоровый парень может спецназом собранить двоих, вот, и только в Москву, понятно, да? В крайнем случае, Мичуринск, да, Мичуринск, это такая провинция, я посмотрел, у них ничего самого нет, а самое главное, чего нет у этих самых, у Мичуринцев, как вы думаете, вот, мы с вами общаемся, мы с вами владельцы лучших садов России, а в Мичуринске, оказывается, про нас и не слышали, вот, идти туда и говорить, да я такой, я сын самого железа, вот, это, это, посмотрит на него, как на идиота, вот, скажет, ну, хорошо, возьмем на 15 тысяч, а не на 150, нет, ребята, не тот случай, Мичуринск, Валерий Ковченович научил, как выращивать абрикос, благодарю, теперь каких перерабатывать компоты, теперь каких-то компоты, не все, все, не готовы, не уж, извините, вот, я не знаю, каких перерабатывать, я их на косточке перерабатываю, винаю, порчу, сотни килограмм, уходит, вот, как бы, в компост, помните, я показал, вот, так вот, раз, очередно, под деревом, одна кучка, как по гнеющих этих мякоти, по другим, вторая, под 50-50 кучка, 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 вот, Виталий, спасибо вам, что поблагодарили, а дальше сами, так, Иван Мог, это вернуть на связи, у нас жара плюс 30, но это нормально, для припроса в эту, Мезина, у меня крупноплодное железо, по размеру не отстает от академика, а это и, они родственники, поэтому не отстает, понимаете, академик с носом, крупноплодный, круглый, а предки одинаковые, по листу сложно судить, на жерделе от Сергея лист крупный и гладкий, а плоды огромных, скромных, да, вы как хотели, я показывал, они сами, мы ходим по саду, вот такие листья на абрикосе, и тут же вот такие плоды, а что вы хотите, никто ж вас не обманывает, просто я говорю, что по крупности листьев только относительно можно определить, в первом приближении такое выражение, природное средство, от ли это чистотел, ну это природное, только это самое, я предпочитаю классическое средство, яд, снова Мезина, 100 грамм хозяйства мыла, натереть на терке и растворить 10 литров воды, пляж, сдохнет практически мгновенно, ну что, хороший совет, пользуйтесь, друзья, Александр Выборг, опорщик рыбает, привык на отводах, так, два года подряд весной отмирает, лето восстанавливается, снова отмирает, в этом году думал, все, хода, снова прошу лиспочка, иначе он расти, так, ну и, ну, а ну-ка, а то, а это, какая-то ссылка, ну-ка, давайте откроем, вот тот самый умирающий опор, а, все, ну, вот, хорошо, что я сказал, а то еще думал, ладно, не буду, все, дружище, никогда вот это дерево, вот этот отводок, который вы привели, который умирает, пробуждается, никогда расти не будет, пока вы не уничтожите в основной ствол, я бы даже чуть-чуть зацепил эту тему, помните, когда заканчивал вебинар, вот это отпилите, вот она будет расти, никогда, все, и он обречен, вот, его место занято, вы знаете, что такое лес, гигантские растения, гигантские деревья, которые мы еще, помните, называли раньше, корабельный лес, почему называли корабельный, самые могучие выбирали, и делали из них мачты, высокие, огромные, кстати, для океанского корабля нужна мачта, вот, 30 метров, 40 метров, вот такие вот, а под ними, под каждым, сотни вот таких вот, как ваши, вот это вот справа, вот этот плюгаренький, сотни таких, и не растут, ждут, ждут годами, десятилетиями, наконец, гигант упал, все, срок жизни есть у всех, и тогда, какой-то из подростков, самый шустрый, который чуть выше, погнал вперед, заслоняя уже других, отсутствует, поняли, пока не уничтожите вот это, вот, это хорошо, что вы фотографии, прекрасная учебная фотография, великолепная, никогда вот это вот, и так и будет каждый год, и никогда не вырастет, не дождетесь, ни через пять, ни через десять, покажи вас, одно слово, все, приговор, он не подлежит, как мы говорим, обжал, и не подлежит, читаем дальше, Влад Нижненовгород, есть у вас или друзей, пипенчик Рассоярск, Сергей Железов знает, в хуторе, в одном участке, растет пипенчик, я тоже знал, я его обнаружил, просто, он запомнил, кто там, хозяин этого, а я забыл, и фамилию, хотя ему говорю, Серега, ты обрати внимание, пипенчик же растет, там было два пипина, один спилили хозяева, потому что, показалось, зачем эта мелочь, а потом вот этот, бактериальный рак, у них, все деревья уничтожил, яблони, тем более, что они постарались, их формировать, а формировка, при бактериальном раке, она смертельная, сразу погибает, за один сезон, и получилось так, что Сергей, что-то знает, он естественно напомнит, вот, но правда, прошло 10 лет, то дерево, наверное, сильно большое, наверное, уже и просто не дает, вот, спросите у Савинича, Ирина Александровна, она может знать, почему, она красноярская, красноярский пипенчик, он был очень распространен, это же рогетка, так, пара сельцев, вылезла, пара сельцев, вылезла, так как жара поливая, Иван Моха, а что перед этим, Боб, с ним переписка? Слухай, Иван Мох, Иван Мох, вроде бы, с ним здоровались, на связи, пара сельцев вылезла, так как жара поливая, ну, видимо, просто хотел сказать, что, слава Богу, хоть пара вылезла, так, по-моему, все закончилось, значит так, друзья, мы с вами прощаемся, до следующего понедельника, меньше нас не стало, больше нас не стало, сейчас самый мертвый сезон, зимой прибавится, но, конечно, погоду в России мы делать не будем, не сможем, вот, но будем на это брать количество, давайте прощаться, все равно, все равно, все равно вертится, а вдруг, что-то есть интересное, о чем мы с вами еще и не видели, просьба вышла в каталог, ой, все, видишь, что вы продаете, самопыляемое, или самобесплодное, самопыляемое, я больше ничего пока интересного не вижу, вот, насчет Черлибаева-Тотерова, да, значит, о, как бы осталась недоговоренность, у Тотерова, если будут приходить деньги на фильмы, я поеду к Тотерову, на момент созревания слип, вот, прекрасно, он жаловался, что очень плохое, это, очень, жаловался на ту же самую, засуху невероятную, урожай слабый, вот, все-таки, поговорить есть о чем, потому что, потрясательный результат, вообще, даже знать, таких садов, очень мало, как у Тотерова, у Чернобаева, вот, ну, посмотрим, доберусь сюда них, или нет, все, друзья, до свидания, прощаюсь с вами, до следующего понедельника, до следующего понедельника.